Всем привет! Я сегодня одна приехала в Бризбен, такая вся радостненькая, потому что я иду на выставку рукоделия. Ой, вообще, такой крутяк, я случайно вообще узнала, увидела в газете, потом по телевизору рекламу, смотрю, числа вообще подходят, представляете? О, всё, конечно же, мне срочно нужно туда ехать. Только единственное, не знаю, что они тут покажут вообще, я так вкратце посмотрела, какие будут стенды там и всё такое остальное. Единственное, что меня смущает, что там будет очень много квилтинга. Квилтинг это раньше так пейчворк назывался, ну вы поняли, это из разных кусочков, когда собираются какие-то панно настенные, но чаще всего это, конечно же, подушки и одеяла там красивенькие такие, из кусочков. Как бы так встать, вот уже я подошла к этому центру выставочному. Короче, притарахтела я на поезде сюда, было так много народу, конечно же, мне не удалось оттуда снять, вот, ну ничего страшного. В общем, не знаю, что они тут покажут, потому как не сильно они тут рукоделием страдают. Очень мало можно по этому поводу товаров каких-то увидеть и тому подобное. Ну, чаще всего нужно всё онлайн заказывать. Короче, здесь всякие разные мастер-классы будут, может, что-нибудь прикуплюсь я, потому что я хочу себе купить вообще сумку для вышивки, чтобы таскать это всё с собой, потому что когда ездим мы маму Мишину навещать, мы там тусим где-то час-полтора, ну, в общем, делом не нужно заниматься в это время, а не сидеть там вот это вот, просто тупить, короче. Вот, поэтому, в общем, посмотрим. Прям не знаю, что-то интересное будет, так я прям взволнована сегодня. Вот, Михаил, конечно же, тут боялся меня отпускать, ой, это вообще. Давай я тебя на выходных отвезу, тут выставка 5 дней, и, в общем, сегодня пятница. Я тебя на выходных отвезу, ну, я знаю все эти фишки, как всегда появится какая-нибудь работа, нужно будет дом показывать или ещё там какие-нибудь встречи, и фиг, я вообще всё пропущу. Выставка эта раз в год вообще проходит, вот, и я тут как раз, в общем, прям такая вся успела и очень рада. Сто раз уже сказала, ну, в общем. Короче, идёмте, посмотрим же скорее, что там внутри. Вот видите, почему я всё волнуюсь, потому что вот здесь вот, видите, написано Craft & Quill Fair, это выставка рукоделия и квилта. Что-то вот квилт они прям выделили. Ну, вот австралийская номер один, так что посмотрим, что они тут себя представляют номер один. Там, видите, всё розовенькое. Вот туда идём, о, какой дядька колоритный. в брейтинг. Ю-ху-ху, ура, я так рада. Всё. Так, сейчас покупаем билетики. И там дальше входила, я уже вижу, сколько всего интересного. В общем, захожу и, конечно же, на первом плане вот тот самый квилтинг. Сумки даже лучше. Так, но всё равно интересно, конечно же, если... Так, возьмём гид по этой выставке, потому что территория большая. Так. Ну, пойдём смотреть. Ура! Ну, пойдём. Поехали. Ну, пойдём. Ну, пойдём. Ну, пойдём. Субтитры подогнал «Симон» Ну, пойдём. Субтитры подогнал «Симон» Ну, пойдём. В общем, это таинство. Симон. Симон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И потом я решила после этого, что конечно же я это больше никогда в жизни не сделала Но я тогда делала все вообще не умела И заняло у меня это гораздо больше времени, чем нужно, собственно говоря Поэтому может быть я вот прям сейчас как-то вдохновлюсь нафиг и все, и вышивку свою заброшу Гляньте, как красиво вообще тоже подушки Так, вот это вот для любителей Открыточек собирать Как это, скриптбукин, да, по-моему, называется? У меня не сильно вот это вот впечатляет, вдохновляет, но я знаю, что много люди Многие люди, многие люди очень даже любят все это делать Это вот, наверное, заготовки или что-то такое Да? Ну, верно, я же Так, тут что у нас, тоже все квилтинг Вот, например, гляньте вообще Прикиньте, ой, а вот это вот Супер! Это же надо из кусочков Все, можно сказать, что этот квилтинг Это та же вышивка, только вот вы не нитками это делаете, а Кусочки сшиваете Просто те же самые картины нужно зафигачить Обалдеть! Подушки Супер! Кружево Всевозможное Я бы не сказала, что чем-то там такое прям оригинальное А это вот мне нравится Это вот платье, если пристрочить или как-то отделать Вообще круто будет, клетки ему красивые, мне нравится И все, квилтинг, квилтинг, конечно же Ну, от этого еще приятнее Ожидание того, как я встречу вышивку и как я буду рада Очень красиво, конечно, все Снимать не разрешают Сразу же, первые же мои фотки, короче, зарубились Сказали, ты что, вообще что ли офигела тут? Это все, мы тут дизайны продумывали Ты стоишь тут, нафоткиваешь Ну, я ничего не говорю Но будь осторожна Потому что следующие там что-то несут на меня В общем, подадут Короче, как обычно Все вот с этим делом тут, конечно, очень сложно Это вам не Таиланд, где можно Все, всех и каждого снимать Ни фига, здесь нельзя ни людей Ой, даже на выставке нельзя ничего поделать В общем Ой, вот это вот классно еще Тоже ленточки для вышивки лентами Как круто тоже, я хочу попробовать это сделать Вообще, разные-разные цвета Растяжка супер Наверное, шелковая Смотрите, какие вот эти открытки классные Вообще, объемные Классно сделаны Вообще, интересно, наверное, да, и открытки тоже делать Вот эти вот тоже новогодние Это вообще Несколько, видите, три слоя Потом еще Это вот елочка Ой, ну вот это вот вообще просто произведение искусства, я считаю Вот это вот все, бабочка, цветы Это вот все объемное из бумаги Вот это тоже интересно смотрится Нет предела Шаловливости Рук человеческих Вот этот вот стенд посвящен машинкам Зингер И раскручивают фильм Скейт Винслет Дрессмейкер Дайте, какие старинные Как мне все это нравится Вообще Класс Так боюсь снимать, что сейчас ко мне кто-нибудь подойдет Опять меня остановит И вот это вот, смотрите, какая-то новая машинка Зингер выпустила Короче, скоро-скоро Она должна выйти Какая-то такая прям Навороченная вся Под винтажную такую Замученная Красиво И платится С тех времен Какие-то года Пятидесятые, наверное Хоть чуть-чуть поснимать можно И то хорошо Девочки, а вот эта вот паутинка Она вообще ничего не весит Там шелк в составе И еще что-то я забыла Я по-быстрому хочу заснять Так хотела, я думаю, набросить на плечи Все равно тепло будет А, шелк и мохер Вот в составе Шелка, по-моему, 30% И мохера остальное количество Так вот, вот эти вот моточки По 25 грамм Вот их нужно три На такую паутинку На такой жакетик Но каждый стоит 33 доллара Короче, нифига, нет Не смогу я на это решиться И отдать 100 долларов за это Конечно, это борщ Вот так круто, классно Вот она, эта машинка Короче, сейчас специальное предложение 600 долларов стоит Она электрическая С этим вот, с экраном Как это называется Прикольно вообще Очень красиво Супер Вот, девочки, смотрите Какой столик Вот так вот он складывается И разбирается Когда и гладилка у вас тут И стол раскроя Но это больше, да Опять для этого квинтинга Но все равно Можно для раскроя одежды использовать Супер Небольшая, конечно, гладилочка Но тем не менее Если все компактное Так складывать Вообще Помните, где у нас Столы книжки были Вот это вот оно и есть Вот она вот Цена вот такая вот Прилично, конечно Не дешево А вот деревянные штампики Наверное, для тканей Или для чего они тут Разных размеров и узоров Прикольно тоже А сейчас пойдем на выставку Вот там вот сзади меня Это выставочный зал В общем, люди делали Свои панно, картины Всякие покрывальцы В технике квилтинг И выставлялись На суд Скажем так В общем, интересно Сейчас покажу вам Какую красоту могут Создавать люди Своими руками Все Я не перестаю восхищаться Представляете Вот так вот В общем, давайте Пойдем посмотрим Вот я сейчас в зале Где вывешены все панно И тому подобное Все работы участников Выставки по квилтингу Смотрите, какое крутое панно Вообще, просто ребенок Правда, как Чуть ли не фотография Это тоже все лицо Вот это вот все Из кусочков сделано И с вышивкой на машинке Классно Вот это панно Мне очень понравилось Просто шикардосно Мне кажется Блин, такая прям Пасмурная погода Все передали Вообще, как круто Это ж надо Вообще, люди Все из кусочков Представляете Класс Пейзажик такой Вот он занял Второе место В какой-то там категории Классно Еще вот этот вот слоник Очень понравился Тоже Ой, как круто Все, видите Объемно прям сделано Вот эти вот полоски Темные у него Это как бы Как это сказать Я все боюсь Что меня отсюда выгонят Вот видите Вот это вот Как бы углубления Такие За счет цвета Естественно Это все играет Такая фактура Появляется Прям глаза Так классно Все сделано Супер Красиво Очень Вот еще Мне упанут Это вот Очень понравилось Конечно Вообще Прикиньте Сейчас поближе Подъеду Пока-то тетенька Видите Тоже Из маленьких Маленьких Кусочков Из таких Из ромбов Шестигранников Понятно Это ткани Конечно Специальные наборы Но все равно Прикиньте Вот так вот Это все равно Все вырезано И собрано Потом Вот эти переходы Цвета Все Супер Вообще Конечно Какое-то Поле цветочное Они тут Изобразили Классно Очень красиво И бабочка Все Короче Я тут в восторге Вообще Естественно Восхищаюсь Хожу А вот детское Одеяльце Тоже Вот красота Сейчас покажу Поближе Немножечко Подойду Меня тут Не выгоняют Наверное Можно Побольше Посмотреть Бабочки Как простегано Красиво Ну так Конечно же Сто пудов На специальных Машинках Для квилтинга И для вышивки Такие вот Огромные Очень красиво Это тоже Красное на белом Как всегда Беспроигрышное Сочетание Красиво Красиво Все красиво Все красиво Представляете Вообще Работу Какую Проделать Нужно Чтобы Вот это Собрать Офигеть Да Вот это Допустим Такое По нотам У себя Не повесишь Но допустим В комнату К ребенку Я считаю Вообще Очень покрывальца Даже такое Прикольно Было бы Иметь Это вот Да То что Они любят Но это Я не фанат Такого стиля Конечно Это вот Уже Машинная Вышивка Тоже Просто Вообще Супер Сейчас Поближе Покажу Лицо Дядьки Видите Все В стежках Башка Все Вот это Вот Стежочки Такие Стежочки Видите Класс Обалдеть Ну и Вместе Естественно Все равно С этим Сквилтингом Потому что Видите Птички Здесь Вот Это вот Тоже Это кусочки Ткани Собственно Сама Рубашка Тоже Видите Они Все-таки Вот это Вот Полоски Допустим Это все равно Полосочки Пришиты Как бы Квилл И Сверху Еще Для Махристости Это все Сделали Вышивкой Это просто Вообще Я в шоке Собака Тоже Вся Вышита В таких В стежочках Да Вот Допустим Вот Котелок Котелок Это уже Кусочки Ткани Это просто Вообще Бомба Это Кстати Говоря Выиграл Приз Зрительских Симпатий Вот Этот Quilt Ну Не зря Конечно Обалденно Вообще Просто Как Как Кисточкой Нарисовано Да Супер Вот Эта Вот Картина Тоже Вот Я сейчас Подаю Поближе Это Все 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 Из Кусочков Вот Посмотрите Вот Например Глазик Видите Наслаивается Отрезки Ткани И Прошивается Простегивается Потом Ну Понятно Вот Реснички Они Вышиты Ну Вообще Это Все Из Кусочков Вообще Охренеть Я Просто В шоке Вот Люди Молодцы Вот Умеют Ну Даже Ну Что В общем Вышла С этой Выставки Впечатления У меня Конечно Тоже Смазанные Как Видно Наверное Да Как Все Начиналось Очень Радостно И Весело И Сейчас Ну Потому Что Я Разочарована Конечно Ну Тем Не Менее Все Равно Не Прям На 100% Посмотрела Все Все Красивые Вещи И Тому Подобно Прибарахлилась Купила Себе Очень Рада Лампа И Лука В Одно В общем Для Вышивки Вообще Для Всяких Мелких Работ Товоподобное Потому Что Вечером Все Равно Не Хватает Естественно Освещение И Плюс Все Равно Если Канва Мелкая То Конечно Глаза Естественно Нужно Беречь Свои Так Как У Меня Уже Три Набора В Товоподобное Сейчас Не Дал Ламп Всяких Ему По крайней Мере Это Непонятно Конечно Хочешь Чтобы У меня Глаза Были В Порядке Товоподобное Он Не Понимает Как Это Может Стоить Там Конечно Были Подешевле Но Я Люблю Покупать Качественно Сразу Же Чтобы Потом Не Отдуплиться И Подумать Вот Блин А Это Косяк С Этим Ламп На На первый взгляд Они Конечно Все Одинаковые В общем Зашла Сейчас В ресторанчик Попить кофе И уже Поеду Домой Потому Что Все Рано С Лампой Не Подпускаешься Не Погуляешь Нигде По Городу И Товоподобное В общем Нифига Они Все Таки Не Белочки У Мелочки Нашла Всего Один Стенд Который Был С Вышивкой Но Это Вообще Ни О Можно Сказать В общем Поняла Я Все Таки Что Нужно Онлайн Все Это Дело Заказывать И Будет Мне Счастье Не Буду Я Расстраиваться Что Здесь Ничего Нет На Выставке Двух Тетенек Встретила Из России Как Именно Тетенки Они Так Когда Я Там Пыталась Снимать Вот Эти Ленты Для Вышивки Для Вышивки Ленты Когда Говорила Когда Мне Там Сказали Чего Снимать Она Аж Прям На Мя Так Зыркнула Я Подумала Уступодок Наверное Русскую Речь Услышала Наверное Русская Сама По Себе Так И Оказалось Конечно В общем Они Так Поняли Естественно Что Я Что Я Русская И Так На Меня Смотрелись Нисходительно Типа Я Не Поняла Что Они Русские Она Просто С Не Подходила Не Здоровалась Ничего Ну Вот Первых Русских Я Где-то Здесь Услышал Скажем Так На Улице Просто Который Да Ой В общем Впечатление Смазываю Но Все Равно Я Рада Повторюсь Купила Чуть Светом Один Наборчик Голочек Для Вышивки Тоже Хочу Попробовать Эти Французские Бахин Позывается Это Фирма Хвалили Попробовать Воз Да нет Не воск Потому что Там написано Что-то Лучше Чем воск И Парочку Таких Наборчиков Совсем Малюсеньких Это Рождество Короче К Новому Году Там Идет Наборчики Сразу Ж Это Маленькая Рамочка Вот И Можно На елку Повесить Или Куда Ни Еще В общем Одну Мишиной Маме Одну Нам Себе Короче В общем Так В общем Все Наверное Буду Прощаться Внесли кофе В общем Всем Спасибо За внимание Чао Какао Пока